Текстильная фабрика Шлепники запустили ткацкие станки, делают саванны для умерших от чумы. Прелестно, зачем им понадобилась катушка двигателя. Человек, который командует шлепниками, хитрее, чем кажется. Он может залить это место ядовитым газом, который разъест наши воздушные фильтры. Возможно, вам лучше договориться с ним. Чтобы добраться до катушки для двигателя на фабрике, необходим код. Найдите старикана и попробуйте уговорить его сообщить вам код. Так, хорошо. С чего мы начинаем? С исследования локации. То только что императрица, а с ней корватана. Оба голые. Кончай придуриваться. Я отвечаю на вопрос. Лучше, тебя назначили старшим поста у ворот. Но это не значит, что... Правда? Что ж, раз ты такой гений, тебе будет нетрудно выяснить, кто здесь прошел. Иди и узнай. Хорошо. И хочется тебе поднимать шум по пустякам. Так, куда-то сюда пошел. То есть проверять, кто пришел. Ладно, этого-то мы уберем. Этого мы уберем. Так, стеной амулет. Главная контора. Рабочий. Ротвельда. Так, к этому надо проникнуть как-то. А у тебя здесь нет стекол. А нет, есть. Разбивать их ниже... Не везде есть. Понятно. Где-то все-таки нету. Здесь, по идее, тоже нету. Ай, спокойно падается. Этого тоже заберем. Так, что-нибудь здесь есть серьезное. Изукрашенное блюдо семьи Арчер. Так, ну, видимо, из-за этого мы сюда спускались. По всей видимости. Нужен ключ от двора текстильной фабрики. А почему я у вас не забрал ничего? А, он сейчас забрал. Хорошо. Может, ключ там тоже пригодится. Так, ну, ладно, это мы не будем трогать. В идее, это должен быть свой. Хотя, может быть, и нет. Посмотрим эту сторону. Там кто-то наверху. Вихрь. Четыре из пяти. Вы чуть быстрее наносите удар клинком. Уже не надо. Так, здесь, наверное, сейчас будет шум. Те, нормально. Так, ключ от двора текстильной фабрики. Хорошо, пригодился. Так, вот здесь можно отключить врата. Что мы, собственно, и сделаем сейчас. Еще один. Так, ну, в воде, наверное, ничего нету. Нет смысла туда прыгать. А, ну мы могли... Здесь же врата, так и здесь работают. Могли под водой проплыть. Так, а это что у нас такие ловушки? Очень много ловушек. Хорошо. Можно, конечно, все равно использовать их. Вот так отсюда. Просто сохранимся, проверим. А, бомбочки. Я думаю, стрелы полетят. Полетели бомбочки. Так, а если мы вот так вот сделаем перенос? А, все равно он задевается. Можно было забрать. Так, ну хорошо, идем туда здесь. Более аккуратным путем. Так, подключаем все, что возможно. Подключили два, но их, по идее, должно быть четыре. Хотя, может быть, два. Какая-то тревога включилась. Я думаю, не знаю, из-за этого это или нет. Ладно, не будем трогать пока что. Может, сможем где-то и тревогу отключить. Так, а внизу что у нас? Машинное отделение. Найти катушку для двигателя на текстильной фабрике. Тримболу известен код от двери. Я ушел в катакомбы, чтобы узнать, почему нет воды. Если понадобится доступ в машинное отделение, обращайтесь к сиделке Тримболу. Он тоже знает код. Пит. Так, хорошо. Нужен пот. А водить его сюда. Так, по-другому не пробраться. Так, ладно. Досталось что-нибудь полезное? Так, это вы где? Наверху. Так, рабочий ротвель, да он, по идее, должен быть свой. Скорее всего, он свой. Дауд, не думал, что увижу тебя снова. После того, как ты помог нам бежать с Больги, я работаю здесь. Управляет катскими станками. Нас заставляют работать круглые сутки. Делаем саванны для умерших от чумы. Меня уж тошнит от этой работы. Но кто-то ведь должен ее делать. Как попасть в машину отделения? Оно внизу, в подвале. Но без кода туда не попасть. И как его узнать? Сиделка Тримбол. Он заботится о старикане, но клянусь палкой от моей метлы, что он этим не ограничивается. Видишь ли, боссом является старикан. Но Тримбол никого к нему не подпускает, ссылаясь на его здоровье. Думаю, старикан тоже знает код. Но застать его одного почти нереально. Сиделка Тримбол оставляет его только тогда, когда проверяет оборудование. Хранит наверху. Спасибо за помощь. Поговорить с рабочим Ротверда, который теперь работает на шляпников. Так, и руну взяли. Пять из семи. Сквивз пропал. Прошло уже шесть дней с тех пор, как Сквивз отправился в патруль. Не думаю, что он вернется. Не поймите меня превратно, я не желаю Сквивзу зла. Хотя у нас были разногласия по многим вопросам. Он обещал вернуться с кучей монет, которые, по его словам, были спрятаны в пересохшем русле. Я рассчитывал избавить его от этих денег за несколько вечеров игры в карты. Но, видать, не судьба. Кто знает, быть может, если вода снова придет, она вынесет его на поверхность из какой-нибудь ямы. Но я сомневаюсь. Вечером мы выпьем в память о старине Сквивзе. Так, ладно. Новая запись. Так, сколько у нас уже? Так, у нас есть шесть рун. Мы можем, в принципе, изгиб времени прокачать. Так, поступим. Будет полная остановка. Правильно же. Полностью остановить время на более короткий промежуток выдвигать с обычной скоростью. Хорошо. Эмбрион крыса. Что нам это дало? Это порода крупных крыс-мутантов отличается высокой сопротивляемостью яду. Какой-то антидот нужно сделать. А и бычий тростник. Это разновидность бычьего тростника встречается в южных районах Пандуси. Может, из этого что-то надо будет смастерить. Возможно. Так, что нам пишут? Крысиная чума. Ну, крысиную чуму мы читали. Это мы читали. Так, можно куда-то выбраться. Там закрыто. Всю до крыси. Никакого от них спасения. Так, хорошо выбрались на какую-то крышу. Так, что у нас в этой части? Здесь, наверное, нам не проникнуть. Да, так же смысла нет. Сюда было спускаться. Брыгаем, скорее всего, обратно. Так, теперь нам надо забраться... Я так понимаю, туда, куда-то на второй этаж. Пойдем по лестнице. Так, эти находятся еще выше. Так, как мы от них будем избавляться? Пока не спалили. Так, сохраняться очень опасно. Ладно, сохраняем. Так, эти сейчас пересекутся, наверное, между собой. Там еще сколько народ ходит. Ну, поздно. Нас засекли. В принципе, ничего страшного, но... Ну, может, и так получится его забрать. Понятно. Так, там кто у нас наверху стоял. А кто-то еще наверху есть. Может быть, будет лучше сначала наверх сходить. Вот этого забрать. Так, это вот сюда. Знаете, сейчас тоже-то заберем. Так, один уже куда-то пропал. Так, все равно можно, в принципе, сохраниться. Но почему-то меня услышал. Не должно быть такого. Либо из-за того, что он что-то подозревает... Так-то у меня бесшумные ботинки. Я могу спокойно подбегать. Когда он встревожен, видимо, нельзя подбегать. Так, теперь можно все собирать. Все, что здесь есть у нас. Там у нас еще кто-то наверху ходил. Эти что-то заподозрили. Так, на это не похоже. У нас сиделка, у нас получается какой-то парень. Это неизвестно, кто такая. История Лизи Страйт. Отрывок из жизни. Описание заметных фигур преступного мира. О происхождении Элизабет Страйт доподлинно известно лишь то, что она родом с острова Морли. По слухам, она дочь швеи и странствующего торговца тканями. В юные годы... В юные года она задушила похотливого школьного учителя, после чего покинула город, переодевшись мальчиком, и устроилась подносчиком пороха на военный корабль. Ее обман позволял ей увидеть чудеса и ужасы, недоступные другим женщинам. Неунывающая, наделенная даром лидера и большой отвагой, девочка быстро встала во голове других подносчиков пороха. Эти сорванцы были всецело преданы ей, но обман не мог продолжаться вечно. Однажды корабельный лекарь узнал правду, когда перевязывал рану, полученную во время свирепого шторма. Прежде чем он успел кому-либо сообщить, Лизе приказала своим сорвиголовам выбросить бедолагу за борт. Вспыхнула кровавая драка, но детский мятеж был жестоко подавлен, а многие подростки убиты. В суматохе Лизе и кучке ее верных друзей удалось спустить на воду ялик и покинуть корабль. Впоследствии эта команда несколько лет работала на картографа, который ходил по морю вдоль пандусийского континента, описывая дельты рек и нанося их на карты. Дети превратились в опытных и хладнокровных бойцов. Когда картографическая экспедиция подошла к концу, корабль и его команда отправились в Гристоль. Оказавшись в Донуоле, Лизе и ее закаленные друзья быстро завоевали себе место среди уличных банд. Моряцкий опыт позволил им с комфортом устроиться на Ренхевене, а раньше на реку не претендовала ни одна из банд. В команду Лизе охотно принимали бывших моряков, пиратов и выходцев из других банд. Странный роман с крупным чином из военного флота позволил Лизе получить бумаги, согласно которым она стала хозяйкой торгового судна, выполняющего задание Адмиралтейства. Благодаря этому ее корабль получил доступ туда, куда нет хода обычным торговцам. Несколько бывших подносчиков пороха до сих пор состоят при ней. Они верно служат Лизе на Ундини, которая бороздит в воды Ренхевена. В роли главаря банды мертвых угрей, Лизе прославилась крайней свирепостью. Она заточила свои зубы, сделав их похожими на акулья и, как говорят, обладает перепонками между пальцев ног. Враги боятся ее непредсказуемой жестокости и вместе с тем презирают эту странную женщину. Какую-то уже запись читали про Лизе Страйт, но не эту. Работница текстильной фабрики. Как-то просто была работница. Так, хорошо, вроде как на этом этаже ключ от лаборатории Тримбла. Так, ну вот этот, походу, главный, который нам нужен. Он же шевелится. То есть только к нему запрыгнуть туда. Видимо, вход только здесь. А здесь куда лестница ведет? А, ну и все, мы просто обошли. Просто обошли. У нее ключа не было. Ни у кого ключей не было. Главная контора. Так, сейчас поднимемся наверх. Лаборатория сиделки Тримбла. А, это пустой флакон из-под эликсира. Ну, видимо, надо будет сейчас сделать какой-то антидот. Наверное, не знаю. Пустая бутыль. Так, здесь какой-то у нас механизм. Что-то там спрятано. Требуется аудиограмма. А, то есть она проиграется и что-то откроется. Там возьмем слиток. 100 золотых. Таймер для опытов. Ничего не делать. Поставить таймер на 5 секунд. Поставить таймер на 10 секунд. Так, пока ничего. Настройка таймера. Немного сбилась калибровка таймера, который я использую в опытах. Необходимо немедленно настроить его. Я хочу своевременно узнавать об окончании эксперимента и привык, чтобы все происходило строго по графику. Прошу, займитесь этим прежде прочих дел, когда вернетесь из катакомб. Тримбл. У Тримбла хороший почерк. Я не доверяю людям с хорошим почерком. Так, ну он же сюда не пойдет. То есть она зазвенит, а он пойдет наверх. Пистолет. Так, а вот у нас ключ-карта. Ключ-карта. Загадочная пустая аудиограмма. Так, а это металлическая соль. При взаимодействии с другими веществами, при специальной температуре, этот материал выделяет кислород. Так, хорошо. Это пока не поднимается. Так, ключи. Ключ от лаборатории Тримбла. Можем куда-то сюда зайти. Кустарное производство взрывчатки. Так, на этом разрывной болт. Прошу. Так, куда-то можем спуститься. Так, понятно. Можно было здесь просто до конца подняться. Хотя мы бы отсюда не открыли. Диана же была закрыта. Так, ладно. Как это все пустые флаконы. Попробуем так вот это что у нас использовать. Ну, допустим. Необходим рецепт. Так, ладно. Ставим сюда аудиограмму. Пустую. Слиток. Противоядие. Для создания противоядия требуется бычий тростник можно купить у Джерома в Ткацком квартале. Эмбрион крысы можно взять в чулане. Металлическая соль можно взять на производственном этаже. Так, у нас все это есть. Больше здесь ничего нет. Так, а куда это совмечать? Может бутыль надо было сюда поставить? Влияние в уровне на желудочный сок, часть 2. А где первая? Записки естества испытателя о влиянии в уровне на работу желудка. Мой главный пациент потерял подвижность. Снижение плотности костей, а также влияние процедур, которые я вынужден проделывать каждый день, привело к тому, что в обозримом будущем он будет прикован к креслу или кровати. Узнав об этом, пациент пришел в ярость, но быстро выдохся и перестал протестовать. Я освободил комнату рядом с моей лабораторией, в ней также есть дверь, ведущая на фабрику, чтобы он мог и дальше руководить производством. Дополнение. Спустя 3 недели спада вокруг области вживления Си снова появились желтоватые язвы. А я-то надеялся на полное выздоровление, ведь концентрация ворвания, которую я вливал в этот участок, была очень высокой. Так, часть 2. Где-то должна быть часть 1. Где-то по-любому должна быть первая часть. Может, конечно, у них там. Так, хорошо, ладно, попробуем таймер, наверное, поставить. Ну, допустим, на 5 секунд. Так, а где этот? А, бежит, бежит, бежит. Шляпники, к нам броник вор. Вряд ли он нам нужен. Найти подсказки о катушке для двигателя, главной которой текстильной фабрики. Вряд ли он нам нужен был. Мне интересно, куда нам применить для противоядия. В идее, сюда надо все заливать. А, в принципе, рецепт у нас уже есть. Вот, смешать ингредиент, чтобы создать противоядие. Все отлично, противоядие булькает. Написано было выпить. Мы вроде его не выпили, просто его взяли. Или выпили. Так, получается, что мы, походу, его выпили. Я думаю, это пока рановато было сделано. Ладно, пока спустимся. Или загрузиться. Да, наверное, сейчас загрузимся. А если мы не будем его вызвать? Просто зайдем. Уэйкфилд просчитался. Само собой, я это... Меня зовут Дауд. Ищу принадлежащую резистра и катушку для двигателя, пока у тебя есть возможность решить все мирно. Тримбл шепчется со стариканом. Да, весьма разумное предложение. Старикан говорит, тебе повезло. Та катушка для двигателя нужна нам лишь потому, что кто-то перекрыл поток, двигающийся в двигающее водяное колесо. Я отправил людей в катакомбы, чтобы вернуть воду. Но никто из них не вернулся. Но полагаю то, что убило их, не сможет остановить знаменитого Дауд. Я прав. Как только в канале потечет вода, я отдам тебе катушку от двигателя. Вот ключ от спуска в катакомбы. С тобой приятно иметь дело, Дауд. Выполни свою часть сделки, Дауд и шляпники будут вести себя прилично. Так, ну хорошо, это один из вариантов. Невразумительный шепот. Я только слышал что-то типа «но». Я не могу. Прошу не беспокоить. Не беспокой его. Нашему предварителю нужен отдых. Если ты... Дауд, я прописал на строго Хэттл строгий пастильный режим. Прошу немедленно оставить его в покое. Пожалуйста, лечение требует неукоснительного самогенержа, но любое волнение может его убить. Убей. Убедительно прошу оставить его, или вас выведут в силу. Последний раз, предупреждаю. Так, ладно, этого уберем. Какой-то быстрый. Опущение двигателя корабля выполнили. Поговорить со стариканом. Мы сейчас, конечно, загрузимся. Просто посмотрим, что здесь было вообще. Кто здесь виноват во всем. Пропавший механик. Я послал нашего главного механика в катакомбы, чтобы восстановить ток воды в канале. Но он до сих пор и не вернулся. Люди, отправленные на поиски, также пропали. Тримбл. Этот парень так и не вернулся. Может, он все еще там? Замена бака. Замена бака с ворванью. Внимание, замену бака с ворванью, от которого работает газовая машина, надо производить очень быстро. Если вы замешкаетесь, и господин Хэтт погибнет, произойдет выброс ядовитого газа, который убьет вас и других шляпников. Будьте осторожны. Тримбл. Так, ладно, пока ничего не трогаем. Пробуем с ним поговорить. Здесь же больше ничего нет. Тримбл ушел. Дау, подойди ближе. Быстрее. Вот что я только... Во что я только превратился? Говорят, ты договорился с Лиззи. Знаю, зачем ты здесь. Тебе ведь нужна катушка для двигателя. Она твоя. Только сделала я кое-что, ассасин. Убей меня. Это чертова установка Тримбла. Отключи ее от меня. Позволь мне умереть. И получишь то, зачем пришел. Просто вытащить бак с ворванием? Нет, это еще не все. Машина Тримбла поддерживает во мне жизнь. Но если я умру, она выпустит газ, который отравит всю фабрику. Страховка, видишь ли. Он каждый день пьет противоядие. На случай, если я загнусь. Обащи его квартиру наверху. Сделай противоядие, чтобы не умереть от газа. Я нашел лиц, по которому Тримбл готовит противоядие. Так чего ты ждешь? Найди ингредиенты, смешай их. Тогда ты будешь готов. Поговорить со стариканом. Допустим. Использовать дистиллятор и пустой флакон, чтобы смешать ингредиенты для противоядия. Так, в таком случае это, наверное, будет все плохо. Потому что тех, кого мы оглушили, они сейчас помрут. В этом ничего хорошего. Но пока мы, наверное, загрузимся все еще. На 10 секунд. Так, ну допустим. Ну допустим. Готово. Молодец, я знал, что ты справишься. Теперь убей меня. Никаких твоих штучек с ножами. Просто вытащи бак с ворванием. Когда вытащишь, я дам тебе код. Думаю, более простой работы у тебя еще не было. Так, последнее желание старикан. Сделано. Какой код? Даут, ты освободил меня, парень. Шляпником конец. Так даже лучше. Конец. Чего-то борщего. Жаль, что Лиззи здесь нет. Я дал ей пароль. Давным-давно. Но. Но она не пришла. Красивая у нее улыбка. Мне нужен код. Верно. Ты сделал свое дело. Номер. Восемь. Три. Прощайте, мистер Хэт. По-прозвищу. Это уже была не жизнь. Использовать код, чтобы войти в машинное отделение. Код от двери в машинное отделение. 8-3. Найдить формулу противодействия в лаборатории сиделки Тримбла. Механик Шляпников отправился в катакомб. Так, ну. То есть нам все равно надо отправляться вниз. Цель убита. Мортимер Хэт. Это, естественно, плохо. Поэтому мы будем переигрывать. Отключить систему жизнеобеспечения Старикана. А эти не помрут, походу. Газ-то только там включается. Здесь вроде все нормально. Пока что. Ой, окна все открылись. Если мы обратно поставим. Конечно же, уже поздно. Да, в любом случае мы будем переигрывать. Сейчас посмотрим, что там такое находится. Хотя, наверное, нам скажут, типа, как переместиться в другую локацию. Вот, наверное, всегда один и тот же. Так, 8-3. 8-3-7. Добыть катушку для двигателя. Катушка для двигателя. Так, а есть тут кто-то еще? Дверь в катакомбе под Ткацким кварталом. Так, мне просто интересно, куда это нас выведет. Так, понятно. Так, а это? Это куда ведет дверь? Не совсем понятно. Что он очень плохо цепляется в этом DLC. Постоянно падает. Так, ну, в принципе, понятно, где это находится. Да, изначально я этого не замечал. Так, хорошо, попробуем пройти как-то получше. В принципе, если мы его сюда вызовем и оглушим, то будет тот же самый диалог. Делать это, наверное, нам не надо в плане противояди. Хотя можно использовать. Он же говорит, что он пьет каждый день. Поэтому, в принципе, можем смешать и выпить. На всякий случай. Так, теперь сохраняемся. Заходим по-нормальному. Это все пропускаем. Пропускаем. Так, отправиться к такому под Ткацким кварталу. Сюда надо выходить. Так, ну, ладно. Хорошо, сохраняем. Заходим в катакомбы. Так, здесь у нас будут эти хрустаки. Как их правильно называют. Это из-за китайской семьи. Арчер, так это забираем. Этих можно спокойно убивать. Они хаос нам не дают. Крысы. Хрустак. А, ты наверху. Так, ну, с вами можно разделаться разрывными болтами. Почему бы и нет. А, здесь мы кольцо найдем. Вот, у этого должно быть кольцо. Короче, можно его либо притянуть. Притягиванием. Мы... Сохранюсь. Это не то. Нет, что-то... А, вот. Ключ у него. Ключ от квартиры у механика. Сомневаюсь, что ему это надо. Короче, можно либо так ключ взять. Либо пойти в обход. Мы, наверное, пойдем в обход пока что. Как будто бы у нас нет этого притягивания. Какая-то куда. Ключ от двери вентиляционный. Скорее всего, у него краски этот ключ. Так, а здесь внизу мы что-нибудь могли сделать еще? Вроде как нет. Так, хорошо. Этот труп нам не нужен. Как-то забираем. Здесь не знаю, только хрустаки могут быть. Да и крысы. Так, кто-то живой. Там тоже кто-то живой. Я искал своего маленького сына. Он не здоров. Когда упала сюда, и ушли была нога. Так, сохранил. Не знаю. Ведьмы не похожи. Я услышала... Я слышала ужасные звуки. Это были крысы или еще кто-то? Возможно, плакалищики. Я не хочу умирать здесь. Как ты сюда упала? Эй, ты ведь не плакальщик, а? Странная женщина. Что-то как-то с ее телом, да, все странно. Если татуировки, то... То вряд ли. Вряд ли это татуировки. Думаю, я смогу идти, если ты мне поможешь. Помочь ей. Ты цела? О, господин, спасибо, что нашли меня. Я думала, что умру. Здесь бродят ужасные существа. И ужаснее всех я. Ко мне, сестры. Своим повесим тебя на чем-то. Где же ты? Так, кто это такие? Так, ну, усыплять, конечно, вас, наверное, бессмысленно. Но на сирену не очень пал. А, бригмарская ведьма. Вот они какие. Будем знать. Так, ладно. Сейчас всех перебьем, да загрузимся. Их всего лишь три, по-моему. Вроде кто-то еще говорит. Где-то еще одна должна быть. Так, видимо, она... А там еще одна. А, эта статуя лолила. Тебе будет очень больно, когда я тебя найду. Нашла. Так, там оскверненный амулет. Сдалила чуть попозже, поговорим. Теперь пройдем более понормальному. Что у нее с рукой? А, это перчатка. Перчатка такая. Зачем мы сюда шли? Пульт системы водоснабжения. Ройер и другие парни пошли проверить пульт системы водоснабжения. И не вернулись. Говорят, в катакомбах раздаются странные звуки, которые пугают рабочих. Если мне на подмогу никто не придет, я уйду подальше отсюда. Пишу, чтобы вы знали, что у меня была серьезная причина покинуть пост. Престон Т. И болты. В принципе, к ней-то и подходить тогда не стоит. Наверное. Это что у нас делается? Так, еще какая-то большая локация. Стенной амулет. Система водоснабжения. Дома Далила захочет убрать нас с дороги, когда ее маленький ритуал будет завершен. Чего бы это? Не быть дурой. Она нас боится. Когда у нас любят перемены, она захочет оставить при себе только слабых сестер. Чепуха. Мы черпаем силу Далиле. Без нее нам останется только плясать под луной и глупо кокетничать. Ты ошибаешься. А зачем тогда она отправила нас сюда? Сюда, где он рано или поздно появится. И лучше бы рано не надоело ждать. Так. За спиной появится. Нет, не за спиной. Пульс системы водоснабжения. Короче, со всеми надо будет здесь тоже воевать. По-тихому их убивать. Оглушать. Надеюсь, госпожа Далила мне довольна. Она что-нибудь обо мне говорила. Это маловероятно. Просто посмотрим, что будет. Так, это кто? Плакарщик? Да, это плакарщики. Три штуки. Здесь почему-то все светится. Четыре, уже пять. Ключ от водонапорного вентиля. Мы пока просто осматриваем территорию. По-любому не будем загружаться. Так, приценить ключ к вентилю. Пропавший ключ. Пропал ключ от водонапорного вентиля. Пусть кто-нибудь найдет его и вернет на пульт. Система водоснабжения. Так, включить подачу воды на фабрику. Что это такое? Это мешает. Это мешает. Либо оно так работает. Нет, оно по-любому не работает. Водяное колесо. Так, что сделать-то надо? Показывает на водяное колесо. Так, убрать то, что мешает работе водяных механизмов. Значит, все-таки что-то мешает. А, ого. Серьезно. Мы еще будем против природы сражаться. Теперь вода должна устремиться в канал. Теперь надо получить катушку для двигателя. Так, ладно. Понемножку я понял, как двигаться. То есть сюда по-любому надо будет идти. Теперь надо подумать, что с ней делать. Скорее всего, к ней не стоит подходить. Иначе все они заагрятся. Там две у нас сидят в засаде. Банды стянули в междоусобную грязню. Да, вот здесь. Если стоит поговорить, нет. Понятно. Это сразу плохая. Посмотреть на тебя. Амина на вас действует. Умирает они совсем как люди. Он умеет кричать. Астя, взяти сюда. Прямо к мини. А мины больше нет. Дело есть. Поздно, да? Не получилось. Ну, в принципе, получилось совсем по-другому. В общем, немножко такие зеленоватые почему-то. А если они умеют владеть какой-то магией, природой. А, то есть долго нельзя держать. Ладно, умирают они как люди. Хорошо. Но все же они нам враги. Тогда мы поступаем по-другому. Это мы глушим. В общем, всех будем глушить. Так, в чем дело? Та не пошла смотреть, в чем дело. Я думаю, ее самое лучшее будет снять со спины. Вряд ли мы сможем ее убрать. Поговорить. Мы уже поговорили с тобой. Так, это мы прочитали. Болты нам не нужны. Так, опять появились. Изваяние. Кто нам дает? Плюсы. Когда вы неподвижны, враги не видят вас. Если не сражаются с вами, минусы мана не восстанавливается. Она и так вроде не восстанавливается. Ладно, это, конечно, прикольно, но мана не восстанавливается. Может быть, даже когда мы используем. Так, сейчас попробуем. Как это работает. Так, три из трех нагины. Это хорошо. Так, допустим, допустим. Ману потратим. Нет, так-то она восстанавливается. А, все, понятно, почему она не восстанавливается. То есть, если я сделаю перенос, она не будет восстанавливаться. Да, все, она больше не восстанавливается. Нам придется постоянно пить бутылки. Но зато мы можем спокойно сделать... Так, как, чтобы они появились? Вы нас не видите, да? Я, правда, вас не бежу. Так, ну вот, я стою неподвижно. Мы с ними не сражаемся. Ну, так нечестно. И не должна была мне увидеть. Перезарядка долгая. Ладно, не очень-то прикольная. Не очень прикольный амулет. Не будем его брать. Возьмем лучше. Ну, сердце было, как и было. Так, и все, здесь больше ничего нет. Похоже, что нет. Так, хорошо. Что нам скажет статуя? Далила. Даут, Лерк предупреждала, что ты не сдашься. Знаешь, она ведь встала передо мной на колени и выдала все твои секреты. Я знаю, что ты затеваешь, Даут, и знаю, что за знак ты носишь на руке. У меня тоже есть такой. Я знаю, на что ты способен, но это не важно. Нас избранных Четверо, но в истории останется лишь одно имя. Далила. Если вообще кто-нибудь останется. Если мы тебя разнесем. Так, нельзя. Так все равно подсвечено. Так, хорошо. Здесь мы все посмотрели. Здесь мы все посмотрели. Нам, в принципе, по-любому надо идти туда. Как бы этих выцепить? Наша сестра думает, что проходит отбор в оперу Дануола. Скорее, в золотую кошку. Она ловко провела этого шляпника. Он кретин. А что, если Далок придет сюда? Вряд ли он купится на смазливое личико и слезы. Но... Тогда нашей маленькой сестрице не сдобровать. Но мы сделаем свое дело. А если бы мы отказались, бы ей помогли. В принципе, то же самое было бы, наверное. Сейчас уже надо не проверить. Так, в общем, мы делаем оглушающую мину. Куда-нибудь сюда лепим. Нет, не зацепится. Как-то надо туда прицепить. К ним. Было бы хорошо. Сверху к нам к ним не подобраться. Так тоже не получается. Если мы начнем крутить, они нас заметят. Кто-то идет. Так. Вас-то я вижу. Оглушить. Может, теперь так мы сможем? Пока что нет. Оставим пока там. Пока ничего не происходит. Я знаю, что ты здесь. Так, хорошо. Пусть мы спокойно... Куда поставить? Пока не цепляется. Вот так по-любому сработает. Вот она дернулась. Конечно, я тоже испугался. Так, хорошо. Сработало все хорошо. Так, теперь. Здесь кто у нас. А на этом мы с другой стороны подошли. Мы можем у него забрать какой-то ключ. Сомневаюсь, что тебе это понадобится. Ключ механика шляпников открывает шкафчик в его квартире в Ткацком квартале. Нам там еще, наверное, ключ от сейфа. Может быть, этот сейф открывается. Может быть, нет. Так, это нам не надо. Так, костяной амулет. Пять из пяти. Подводник. При нахождении под водой восстанавливается здоровье. Неплохо. Нам, конечно, не надо, но так неплохо. Нужно будет всегда искать воду. Так, монетки. Так, ну теперь, видимо, все-таки надо сюда уходить. Так, на этих мы уже слушали. Вам все равно. Все равно опускается, но здесь ящик помогает. Так, та что-то заподозрила. Подходите. Так, вроде они меня видят. Так уже плохо. А, еще и за спиной. Хорошо. Поступим как-то по-другому. Перенос нам вряд ли здесь поможет. Если только сюда. А если мы их оглушим, сверху еще заметят. Не, ну мина должна сработать. Так, минус 2. Внизу много плакарчиков. Не знаю, как их обходить. Либо их всех душить. Сверху, по-моему, еще 2 остались. Здесь по-любому одна была. Так, странно. Двое внизу. Может, это они просто тот раз так разошлись. Одна туда, одна сюда. Тогда получается их всего лишь 2. Там кто такой? Ключ какой-то. Как к нему подойти? Так, вот там есть дверь. Сначала этих всех вырубить. Все разные, но все вот с этими не совсем похожи. На какие-то печати. А мы в перчатках, у нас не посмотреть знак. Так, ладно, будем этих снизу по одному убирать. Это будет, конечно, не очень просто. Учитывая, что вот эти по двое ходят. Не успею, успею. Так, ладно, троих успел. Но их, по-моему, здесь пятеро. Так, один там. Это можно сейчас, наверное, убрать. Так, а может быть, их четверо было. Просто кого-то мы не добили. И они вставали. Так, вот в этой... Тут мы не были. Это нужно сюда закинуть, чтобы что? Чтобы эта штука прокрутилась. Зачем, мне очень понятно. А вот у Фордер. Где-то трон, а он же там, сбоку. Там у нас руна. Рун, по-моему, еще две осталось собрать. Есть рычаг. Сломанный вентилятор. Не используйте систему вентиляции, пока я не заменю мотор вентилятора. Черт, вы, штуковина едва ли не слетела с оси. Я дам знать, когда все починю. Так, ну хорошо. То есть мы используем... Сейчас пока не используется. Мы ее используем. Она сломается, и мы сможем пройти. Главное, чтобы нас никто не услышал. В принципе, все уже отдыхают. Так, а туда? А ту сторону нам не пройти. Твою сторону тоже. Так, ладно. Где-то здесь у нас был бакс с ворванием. Недалеко. Специально рядышком лежит. Ну, сейчас все полетит. Потому что нас не задело. Нормально. Эпично. Это было эпично. Надо еще раз посмотреть, только нормально. Я не знал, как он полетит. Нажимаем. Интересно, она... Скорее всего, нас не может убить. Так будет лучше всего. Очень эпично, да. Так. Труп плакальщика. Ключ от двери вентиляционной. Вот эту дверь мы теперь можем открыть. Эти стороны мы были, да? У нас с этой стороны мы были. Зачем-то бакс ворванью. Так, как нам руну забрать? А, вот сюда мы можем запрыгнуть. А здесь еще у нас еще один алтарь. Все украшены. Какие-то большие эти... Шила или что это? Слишком большие. Главное, чтобы этот у нас не полетел. Движемся к своей цели? Это непросто. Далила очень талантливая. Ее приспешников все больше, и она, словно яркая звезда, указывает им путь. Близятся перемены, и удалил их готов в план. А у тебя, Даут, я не имею в виду похищение катушки или убийство старика. Ты собираешься подняться по реке, и я... ...верю, что у тебя получится. Но что ты будешь делать с тем, что найдешь там? Что-нибудь. Так, там, видите ли, у нас... Где еще одна руна была? А, руна еще, которая осталась с этой... Рецепт ветоши исполнить. То есть, мы, наверное, там, в квартире найдем кольцо. Так, давай, выпрыгивай. В принципе, здесь больше делать нечего. Так, да, здесь больше делать нечего. Все, внизу осмотрели. Вот эти можно сразу убрать, не мешаясь. Так, там, на что? Ничего. Так, ну все, остается только... А, вот это как-то пропустили. И здесь еще что-то есть. А, это наша мина. Хорошо, ладно. Так, пропавший ключ. Окей. Здесь все заработает. Теперь вода должна устремиться в... Теперь надо получить катушку. Так, нам дадут ключ. Точнее, код. Хорошо, можно отсюда уходить. Не знаю, придет ли кто-нибудь что-нибудь здесь защищать. Так, что это так много монеток, а я не заметил. Что они потом появляются? А, ну правильно, вода же пошла. До этого воды не было. Скорее всего, вода пошла, и монетки приплыли к нам. Так, что там за труп? Ну ладно. Мне подобраться к нему. Вон сколько монеток сразу. Раньше их не было. Так, легче их собирать. Так, немножко уже течением уносит. Так, здесь мы не пройдем. А еще записку, кстати, я не читал записку. Я ее не видел. План работы механика шляпников. Залепанной кровью и жиром план работы. Найти новый гаечный ключ. Старый сожрали хрустаки. Проверить водонапорный вентиль по просьбе Тримбла. Надеюсь, там нет крыс. Поискать бычий тростник в канале. Мэгги любит красные цветы. Дать Мэгги ключ от моего шкафа на случай, если ей понадобится оставить снаряжение в моей квартире. Ладно, еще надо твою квартиру найти. Как-то. Так, а все. Вода только здесь у нас. А, она со временем? Нет, не со временем. Она со временем наполняется. Она здесь просто ниже. Так, сюда. Так, ну это то место, где была статуя? Или нет? Пойди, да, такая куда-то статуя дели. Или это другое место? А, это другая дверь. Тут две двери. Вот статуя у нас здесь стоит. А с той стороны мы... А, мы пришли оттуда. Получается. Все, я вот это вниз, не прыгал туда вниз. Отсюда мы пришли. Так, хорошо. Нового ничего не появилось. Значит, отсюда выходим. Осталось последнее ровно. Ну, кольцо найти. Кольцо по-любому где-то у него найдем в комнате. Так, ну, откуда вы беретесь? Или ты дружелюбный? Так, странно, ты дружелюбный. Слушай, мне придется отобрать твою игрушку. Ну, вот свои дороги, парнишка. Так, в общем, они стали дружелюбные. Видимо, на момент, пока мы выполняем... ...их задания. Так, ладно, поднимаемся-то, сохраняем. Поднимаемся наверх. Что нам скажут? Так, где-то здесь. Так, тримбл. Поднимаемся-то, подстраховка какая-то. Все сделаю. Но, мне кажется, больше ты своих людей не увидишь. Сейчас общаться со стариканом. Тихий шепот. Старикан говорит, уговор, есть уговор. Код. 8, 3, 7. Так, вернуться к сиделке Тримблу. И остановить подачу воды. Почти не двигатель корабля. Исказывать код, чтобы войти в машинное отделение. Мы проходим пока все без смертей, без всего вот этого. Думал нас напугать. Так, что мы еще можем с ним забрать? Пропавший механик. Записку можно забрать. Если я сделаю так. Нет, ты не знаешь, что творишь. Так, газ будет выпущен через 5 секунд. Верни на место. В принципе, он особо не ругается. Если я ничего не буду делать. Понятно, короче. Тогда у нас будет сражение. Так, что у тебя с лицом? Вроде все нормально. Так, но этого как-то он убил эпично. Обычные пули. Хорошо, если мы просто его убьем. Старикам. Да, вот. Видно, ты получил то, за чем пришел сюда. Хитрая змея. Ты и Тримбл. У вас много общего. Чтобы вы оба сгнили. При всем уважении у нас нет времени на пустую болтовню. Булькает. Так, и сразу я пошел. Ну, короче, можно вот так попросту с ними со всеми справиться. Ладно, мы оставляем его в живых. Не знаю зачем. Другому нам по-нормальному ничего не сделать. Максимум мы можем сейчас еще таймер тикнуть. Кто будет? Он же побежит наверх. Да, уже его так не обмануть. Хорошо, что будет, если мы всех перебьем, кроме старикана. Смелился тивим дребезжащим смехом. Тримбл, кто бы мог подумать, что я увидел твой смерть. Какое дивное зрелище. Неразумительный шепот. Тримбл ушел. И тоже. Ладно, оставляем их живыми, в принципе. Нет до них нам дела. И по-хорошему, конечно, наверное, Тримблу как-то убрать. Но этого тоже отключить. Но если мы его отключаем, получается все печально. Так что ладно. Мы проходим на низкий хаос, поэтому нам нельзя их убивать. Так, куда нам спуститься надо? Так, 837. Код не меняется. Можно, в принципе, заранее его, если знать, сразу сюда спуститься. Вообще к тем не подходя. Не выполняй никакие задания. Тогда рун мы все не соберем. Здесь у нас выход. А, про эту дверь-то я забыл. А, здесь тоже кодовый замок. Требуется код. Так, так мы можем теперь перемещаться. Ладно, нам этого, наверное, пока не надо. Так, где нам лучше уйти-то здесь? Так, а эти не будут же с нами воевать? Не будут. Хорошо, и мы с ними тоже не будем. Так, теперь понять, откуда у нас ключ. Здесь где-то это все находится или не здесь? Там наверху мы были или нет? Я очень сомневаюсь. Так, в принципе, это все одно и то же место. Помещение. На, ладно, там мы были. Выходим. Посмотрим, как долго я продержусь без драки. Так, мы здесь еще всех зачистили. Так, может быть, ключ все-таки... А, вот здесь вода у нас теперь пошла. Вода есть. Там что-то было про то, что что-то может всплыть. Может быть, конечно, пароль всплывет где-то. Где-то же он должен быть. Где-то был как раз-таки какой-то текст про то, что что-то может всплыть. Только где это? Вот ключ какой-то. Забытый ключ от сейфа. Так, походу, он здесь, не знаю, всегда был или не всегда. Я думаю, не всегда. Так, отлично. Все рядышком. Никаких текстов больше нет. Ну и ладно. Так, теперь надо найти комнату. Где нам найти комнату? Так, где будут сражаться с нами или нет? Ну и с места, шляпник. Чего ты ждешь? Я тебя не остановлю. Действуй, милочка. Сделай это. Ты ведь всегда хвастаешься своими убийствами. Здесь нечем хвастаться. Давай отпустим его. Меня от него тошнит. Убирайся от сюда, шляпник. Беги. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Ну, это понятно. Так, в общем, мы с теми, с той, с той бандой, мы подружились. Этот нам что-то сказал, но я уже не помню, что он говорил. Если ты здесь, чтобы убить, не сделай это. Или убирайся. Никто не видел. Ладно, естественно, мы уберемся. Не будем его трогать. Возможно, туда можно пройти как-то. Возможно, и нет. Ой, прости. Это не специально. Просто попался под ногу. Так, это нам не дает пройти. Чуть мешается. Так, где нам найти комнату? Ключ у нас есть. Так, где вот ключи? Ключ от двери ввели. Вентиляционный. Ключ это квартира-механика. Старый ржавый ключ. Куда-то его надо приспособить? Механика. Может, конечно, это вообще не здесь находится все? Мне кажется, все квартиры здесь. Так. Но я никаких дверей больше не видел. В запертых тем более. Так, ну, на причал там, по-моему, тоже нам нечего делать. Где-то здесь, я думаю, должно быть. Там есть лестница. Мы там были. К нему еще раз подняться. И вот что-то вот с этим зданием очень такое непонятное. Куда вряд ли мы тоже попадем. Не открываются. Что-то не здесь. Так, это еще на месте. Вряд ли на причал. Это уже будет, как бы, конец миссии. Ключ механика-шлепка открывает шкафчик в его квартире в Ткацком квартале. Мы находимся в Ткацком квартале. Куда наверх? Здесь тоже закрыто. Так, ну, через «Взгляд бездны» мы можем найти, конечно, эту квартиру. Если получится. Так, вот здесь что-то спрятали. Перо. Ну, почти. Перья Kings Parole. Молодцы. Высоко спрятали. Туда куда-то попасть. Там вроде даже залезть можно. Оттуда. Как нам, ну, оттуда. Так, ладно. Как нам это все провернуть? Переноса нам не хватит. Не хватило. Так, ну, это портной нам не нужен. Вот куда-то туда, если перепрыгнуть. Да, отлично. Отлично прыгает. Оттуда нельзя попасть. Значит, и туда я не смогу попасть. Хорошо. Я не знаю, где у квартиры. Внизу, либо наверху. Закрытые двери мне не попадались. Здесь ничего нету. Это не открывается. Ведь мы все прошли. Надо как-то увидеть сквозь стены, где что находится. Тогда мы узнаем, где его квартира. Пока даже сквозь стены ничего не видно. Радиус маленький. Очень интересно. Может здесь где-то. Но я, наверное, не буду очень долго бродить, потому что я действительно не понимаю, куда мне идти. Куда применить этот ключ? Так что быстренько просто опряду в сети. Так, очень, конечно, прикольно получается. Я посмотрел, где это место. Оно у нас уже открыто. Там-то мы в ритуале получались, что вот это вот, получается, дверь должна быть закрыта. То есть, после того, как мы взяли ключ, мы должны были ключом ее открыть. Ну, я пересмотрел видео, а оно у меня открылось просто так. Без всяких ключей. Вот. Собственно, кольцо оказывается не там, где я думаю. Я думаю, в его квартире будет. Кольцо у нас получается просто где-то... Где-то здесь в траве лежит. Вообще, здесь ли? Нам надо опять перебираться в другую локацию. Либо все же где-то здесь. Написано, что перебраться на другую сторону. Искать где-то в траве. Так, там, по-моему, чья-то конечность. Ну, да, это просто чья-то рука. Может, все-таки с этой стороны. А с этой стороны не похоже. Это не то. Может, где-то здесь. Это место очень похоже. Здесь нет травы. А вот оно. Вот это место. Забытый ключ от сейфа. Вот оно, обручальное кольцо. То есть, вот это место. Перед входом на причал. Так, ну ладно, ключ мы уже в другом месте нашли. Так, нашли обручальное кольцо. Можно возвращаться, проводить ритуал и получим рону. Так, я не прочитал. Я не сохранился. Хотел прочитать описание кольца. Древнее кольцо из чистого золота. Даже не написали чье. Ну ладно. Ничего страшного. Так, положите вручальное кольцо на церемониальный поднос. Взять свадебный подарок. То есть, седьмая руна. Так. Девушка исчезла. Жених остался. Ну, собственно, все. Теперь мы все выполнили. Все руны собрали. Оскверненные амулеты и обычные амулеты. Руны 7 из 7. Амулеты 5 из 5. Оскверненные 3 из 3. Собрали, можно уходить. Пауз должен быть низкий. Так, двигатель. Здесь никого нет. Вот скука. Похоже, с тобой никогда не бывает скучно, даут. Так, приказать Лизе поднять якорь. Если мы сначала его заведем. Что будет? Особняк Бригмор. Так, ну ладно, мы с ней поговорим все-таки. Скажи мне честь, даут. Запусти двигатель с мостика. Начнем наш путь. Запусти двигатель Ундины, стоя на капитанском мостике. Ты не стал убивать Уэкфилда. Да, но ты оставил его на моем корабле. А Ундина опасное место. Тут повсюду разные штуки. Багры, острые ножи, ржавые цепи. Понятно. Так, у тебя еще можно забрать кое-что. Не терпится убраться подальше от Колдриджа. Двадцать пять монет. Может, здесь еще у кого-то есть монетки. То есть, а монеты. Так, то есть, его убили, что ли? По всей видимости, да. Ладно, нам больше здесь делать нечего. Отправляемся. Дальше. Особняк Бригмор. Мертвые угри. Убита 0-0-0 на 1-0-5. Низкилл и хаос в мире, это хорошо. Нет убитых, окей. Призрак нет. Вода вернулась в канал. Приготовлено с надобием по рецепту Ветша. Рун 7-7. Костяных амулетов 5-5. Оскверненных амулетов 3-3. Светили с чужого 2 из 2. Монет почти собрали максимум. Продолжаем.